Так, ну готовый сироп выглядит вот так. Консистенция у него густого меда. Ну, не совсем густого, но консистенция меда. Да, если у кого-то аллергия на мед, при приготовлении того же самого медовика можете использовать инвертный сироп. Всем привет! Ну, давайте сегодня приготовим инвертный сироп. Допустим, я применяю инвертный сироп для приготовления глазури для торта. Кто-то и употребляет его при приготовлении варенья, бармены при приготовлении коктейлей. Кому это интересно, можете посмотреть в интернете, что из него можно приготовить. Для начала я подготовлю лимон, мне нужно будет немного лимонного сока. Чтобы выдавить максимальное количество сока, лимон раскатываю и отправляю в микроволновку. Вот буквально на полминутки на максимальной мощности в ваттах. Да, если кому-то нужна цедра, то лимон заранее обработайте кипятком и протрите салфеткой. А если вам она не нужна сейчас, ее всегда можно заморозить. Мне она не нужна, поэтому я сразу приступаю к добыче сока. Мне для этого рецепта понадобится всего 5 мл сока. И для этих целей я буду использовать весы. Ладно, у кого весов нет, давайте сделаем чайными ложками. Это вот буквально полторы чайных ложечки лимонного сока. Чистая кастрюля. Сразу засыпаю сахар. Да, количество всех ингридентов у меня под видео. И сразу же заливаю горячей кипяченой воды. Отправляюсь к плите и при помешивании довожу сахар до кипения. Если мало ли у вас крупинки сахара пристанут к борту, то их можно спокойно при помощи кисточки и холодной водички просто-напросто смыть. Это делается для того, чтобы предотвратить кристаллизацию сиропа. Ну а также по сильную помощь в этом сыграет лимонный сок. Идем к плите. Я аккуратненько перемешиваю массу до полного растворения сахара. Без суеты, чтобы сахар у нас оставался в воде, а не прилипал к борту. К моменту закипания сахар у вас уже должен полностью раствориться. Поэтому температуру на своей плите регулируйте сами. У меня сейчас в данный момент из 9 возможных на 6, примерно между 200 и 250 градусов. Сироп у меня закипел. Убавляю температуру на двоечку и добавляю лимонный сок. Сироп я больше не мешаю. Далее при помощи вот такого нехитрого прибора, как термометр, начинаю варить сироп до 108 градусов. Я сделал вот такую небольшую конструкцию. Имейте ввиду, что у меня сама игла не касается дна кастрюли. Иначе у вас температура будет неправдоподобной. Почему на медленном огне? Просто, чтобы сироп не потемнел раньше времени. Сироп у меня сейчас приготовится. Осталось еще 1 градус и все будет готово. Да, и варил я его на 2,5, не на двоечки. 2,5 как раз хватило для того, чтобы он кипел. Не сильно. Все, сироп у меня готов. Сразу отправляю сироп в кастрюлю с холодной водой, чтобы он перестал готовиться дальше. Сироп в общей сложности я готовил 45 минут. Готовность сиропа можно определить следующим образом. Зачерпнуть сироп в ложку. Немного остудить его в холодной воде. И затем при помощи двух пальцев потянуть вот таким вот образом. Должна образоваться нить. Я надеюсь, ее видно. Это говорит о том, что сироп у нас уже готов. Конечно, метод не совсем хороший, но каким-то образом он работает. Как только сироп подостынет, я его перелью в стеклянную банку. И все, он готов. Вы можете у меня спросить, как долго хранить такой сироп. Ну, скажем так, как долго вы храните сахар? Вот вам примерно ответ на ваш вопрос. У меня банка будет стоять при комнатной температуре, пока он мне не понадобится. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Я с вами прощаюсь. И до новых видео.